Добрый день, уважаемые участники! Рада вас приветствовать на нашем сегодняшнем мероприятии паблик-тоух конференций «Твои возможности». Я модератор сегодняшней конференции, меня зовут Лариса Кириллова, я являюсь представителем, преподавателем юридического факультета Казанского федерального университета. Организаторами нашей конференции выступают ОНО, Центр инновационного развития и трансфера технологий, а также Казанский федеральный университет при поддержке Министерства экономики и республики. Казанский федеральный университет представлен такими структурными подразделениями, как юридический факультет, коим представителем я, как уже ранее отметила, я являюсь, а также Центр по организации временной занятости обучающихся. Наши с вами сегодняшние мероприятия «Твои возможности» проводятся в рамках грантового проекта «Доступный вторник», который стал победителем конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета республики некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты. «Доступный вторник» — это образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по правовой грамотности и участию в деятельности НКО. Целью нашего проекта являлось увеличение социальной активности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью их вовлечения в деятельность некоммерческих организаций. Наш проект состоял из двух этапов. Первый этап проходил в апреле, когда обучающимся с инвалидностью, ОВЗ, был прочитан ряд лекций по актуальным правовым вопросам. И сегодня мы с вами встречаемся на второй практической части нашего проекта, цель которого — ознакомление с возможными траекториями деятельности при поддержке некоммерческих организаций, а также ознакомление с реальными кейсов, успешных кейсов социальных проектов для молодежи с инвалидностью. Далее я не буду отнимать время у наших спикеров. Вкратце озвучила цель нашей с вами сегодняшней встречи, нашего проекта-мероприятия. Повторюсь, наш грантовый проект, доступный вторник, и мы с вами находимся на паблик-толк-конференции «Твои возможности». И далее давайте мы с вами приступим непосредственно к ознакомлению с нашими спикерами, с нашей программой. Программа была заранее разослана и опубликована. И наш с вами первый спикер — это Даганов Антон Георгиевич, ведущий специалист Центра инновации в социальной сфере фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан, начальник управления инновационного развития КФУ, который выступит с одной из актуальнейших тем — это возможности поддержки для социальных предпринимателей. Для спикеров озвучу время на выступление 20 минут, также мы в это время закладываем возможные вопросы от аудитории, поэтому если время будет затягиваться, с вашего позволения, я вам дам соответствующий сигнал. Пожалуйста. Спасибо большое. Моя презентация. Хочу начать с приятного события. Сегодня Международный день социального бизнеса или социального предпринимательства. Я поздравляю всех, кто так или иначе к этому причастен. И я сегодня выступаю как представитель Центра инновации в социальной сфере, организацией, которая занимается поддержкой и развитием социального предпринимательства в нашей республике. И вот я попрошу... Можно? И, конечно, социальное предпринимательство, оно достаточно многогранное, что-то в него еще пока не входит, но уже сейчас есть достаточно много возможностей для развития себя и для людей с ограниченными возможностями здоровья, для людей с инвалидностью, для того, чтобы проявить себя как предприниматель и получать поддержку от государства. То есть не просто работать, не просто там зарабатывать, но и быть полезным и интересным для государства. Но что же такое социальное предпринимательство? Социальное предпринимательство – это предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей. То есть социальный предприниматель – это прежде всего предприниматель. Это всегда про зарабатывание денег. Ну и, соответственно, есть социальное предприятие. Это именно субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства. Именно поэтому с социальными предпринимателями у нас в республике активно работает Министерство экономики, Фонд поддержки предпринимательства и другие структуры. Кого же можно считать социальным предприятием? Есть четыре критерия отнесения к социальному предпринимательству. Первым из них является наличие работников в социально уязвимых категориях граждан, в том числе люди с ОВЗ и люди с инвалидностью. Таких людей в организации должно быть официально зарегистрировано не меньше 50%, но и не менее двух человек. Поэтому те предприниматели, которые трудоустраивают к себе людей из социально уязвимых категорий граждан, поддерживают таких людей, зарплаты выплачивают, они могут считаться социальными предприятиями и, как я уже сказал, получать дополнительные меры поддержки. И опять-таки люди с ОВЗ, с инвалидностью могут быть полезны по системе ВИН-ВИН для предпринимателей. Есть еще второй критерий, это если предприниматель реализует продукцию, товары или услуги социально уязвимых категорий граждан. По сути дела это предприниматель, который не трудоустраивает таких людей у себя, но реализует их продукцию. Например, так называемые надомники. Человек с инвалидностью, понятное дело, что иногда это люди, которым сложно передвигаться, они могут работать на дому, что-то производить, какую-то продукцию, изделия народно-художественного промысла, декоративно-прикладного искусства и так далее. А предприниматель это реализует. И опять-таки он может считаться социальным предприятием при условии, что от реализации такой продукции, товаров и услуг он получил доход не менее 50%. При этом в настоящее время есть, конечно, такое ограничение, что если сам человек с инвалидностью зарегистрировался как предприниматель, он социальным быть не может. Но вот сейчас, в этом году точнее, в Государственную Думу поступил законопроект, по которому индивидуальные предприниматели, люди с инвалидностью, могут получить статус социального предприятия, если они никого не трудоустраивают. Поэтому это еще одна возможность для вчерашних выпускников вузов начать свою предпринимательскую деятельность и попробовать себя в социальном предпринимательстве. Третья категория – это если предприниматель оказывает услуги или производит продукцию для людей из социально уязвимых категорий, в том числе для людей с инвалидностью из ОВЗ. Направления могут быть совершенно разные. Мы, допустим, работаем с девушками, которые шьют одежду для детей и подростков с инвалидностью. Специальные лекала, особые крепления, застежки и прочее, чтобы она была функциональна и удобна, эстетически выглядела. Ну или мы работаем с домами престарелых, тоже классический случай, когда как раз услуги оказываются пожилым людям. И такие предприниматели тоже могут получить статус социальное предприятие. Ну и есть еще четвертая категория – это если предприниматели осуществляют деятельность, направленную на достижение общественных полезных целей. Их достаточно много. Защита материнства и детства, дополнительное образование детей, отдых и оздоровление детей, все, что касается с культурно-просветительской деятельностью, творчества и так далее и тому подобное. Вот если от такого вида деятельности в прошлом году было получено доходов более 50% в сумме всех доходов, то организация тоже может считаться социальным. И опять-таки это возможность для творческих людей. Вот сегодня у нас будет представитель студии «Эмоция». Это как раз ребята, которые потенциально могут стать социальными предприятиями. В настоящее время, буквально пару недель назад, в Министерстве экономики было заседание комиссии и в текущем году пока признано 143 организации из Республики Торстан социальными. Направления деятельности самые различные по всем четырем критериям и прием документов ведется до конца года. Но вот я сказал, что социальные предприятия – это те, кто могут получать дополнительные меры поддержки от государства, они представлены на экране, но хотелось бы поподробнее. Во-первых, это то, что в Республике у нас развивается экосистема развития социального предпринимательства и некоммерческих организаций. Есть много организаций и структур, которые помогают социальным предприятиям, людям с инвалидностью, неважно какого возраста, вообще для людей из разных категорий, считающихся социально уязвимыми. А наш центр оказывает, прежде всего, информационную, образовательную и консультационную поддержку. То есть, если возникают какие-то вопросы, всегда к нам можно обратиться. Конечно же, у нас есть различные информационные ресурсы, основные представлены на слайде, консультация по совершенно разным вопросам, есть методические рекомендации. В тесном контакте с Казанским федеральным университетом мы уже порядка семи методичек разработали. Вот с Ларисой мы готовим очередную по итогам нашего проекта методичка как раз с материалами, которые будут полезны для студентов с ОВЗ и с инвалидностью. Для предпринимателей у нас есть МФЦ для бизнеса, единый центр, куда могут обращаться тоже по любым вопросам и мерам поддержки. Ну и, конечно, образовательные программы, которые мы реализуем совместно с Казанским федеральным университетом. И вот сегодня, уж не знаю, так совпало, по случаю праздника, наверное, уже несколько лет в университете реализуется магистрская программа управления проектами в сфере социального предпринимательства. И вот в этом году объявлено, что на эту программу будет шесть бюджетных мест. То есть если студент хочет развиваться как менеджер, как управленец вот в этой стезе в социальном предпринимательстве, то есть возможность поступить на бюджетные места в магистратуру. Ну и, конечно, всем интересны меры финансовой поддержки. Они тоже могут быть разные, потому что проекты предпринимателей могут быть разные. Мы работаем и с технологическими проектами, инновационными студенческими проектами. У нас для этого есть и различные фонды, фонд содействия инновациям. Вот сейчас еще идет прием заявок на конкурс студенческий стартап, допустим. Есть программы от других фондов для предпринимателей, для физических лиц. Вот только недавно в праздновании Дня молодежи, в воскресенье, наше Министерство по делам молодежи объявило результаты грантов для молодых людей до 35 лет. И там в этих грантах была специальная номинация «Социальное предпринимательство». Тоже возможность получить финансовую поддержку, там тоже наши знакомые получали по 150-165 тысяч. Тоже хорошее подспорье. Что касается финансовых мер поддержки, которые дает фонд поддержки предпринимательства, это льготный микрозайм. Сейчас это 4,5%. Это гораздо выгоднее, чем в любом банке. Социальный предприниматель может получить до 5 миллионов. Есть еще грантовая поддержка. До 500 тысяч социальный предприниматель может получить. Грант – это безвозмездные, безвозвратные деньги. При этом нужно пройти акселерационную программу. И прием заявок будет осенью этого года. В прошлом году 23 социальных предприятия смогли воспользоваться этой поддержкой. Кроме того, фонд поддержки предпринимательства помогает в участии в выставках. В прошлом году наши социальные предприниматели ездили на выставку «Ладья». И в этом году также планируется такая выставка в Москве. Одна из крупнейших проходит. Предприниматель платит только за проезд и проживание, ну и питание свое. Все остальное, а это средство иногда достигает 200-300 тысяч, это все оплачивается за счет средств фонда. Также есть поддержка по созданию и продвижению в сети интернет, создание сайтов, там страниц в соцсетях, по брендированию, по тоже различным вариантам информационно-рекламного продвижения. Все это для предпринимателей бесплатно за счет средств фонда и, соответственно, бюджета Республики Торстан и Российской Федерации. Есть программы по аренде помещений от исполкома города Казани. Ну и есть, конечно, профильные конкурсы. В том числе, допустим, есть конкурс «Молодой предприниматель России». Почему мы со студентами общаемся. Есть возможность еще, будучи студентом, начать свою предпринимательскую деятельность, развиваться при поддержке ВУЗа, что очень важно. Не просто различных институтов поддержки, но и при поддержке вашей альмаматора. Ну вот, собственно, те, с кем мы работаем, тоже участники различных профессиональных конкурсов. Не просто участники, но и победители. Ну и пару кейсов по… И что-то у нас дальше не работает. Да. Пару кейсов организаций, в которых трудоустроенные люди с инвалидностью. Вот, допустим, в Альметьевске организации, которые производят различные текстильные изделия. Организации, в которой работают больше половины людей с инвалидностью. Они в прошлом году получили статус «Социальное предприятие», получили грант 500 тысяч, приобрели дополнительное оборудование, в этом году подтвердили свой статус и прекрасно работают, имеют дополнительные меры поддержки. Ну или вот в Чистополе тоже аналогичное предприятие. Тоже в прошлом году получили статус, в том году получили грант и в этом году подтвердили свой статус. Да, они не просто сами работают, их не просто поддерживает государство, но они поддерживают, ну в данном случае, людей с инвалидностью. И такая вот система, когда каждый друг другу помогает и каждый от этого выигрывает. Ну и немного наших контактов. Спасибо за внимание. Есть ли вопрос у аудитории? Так, давайте. Так, микрофон можно? Так, извините. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Тимур. У меня к вам… Работает, да? Наверное, да. Работает, да. Смотреть на такой вопрос. Вот вы приводили примеры, скажем, предприятий, которые непосредственно уже работают, они успешно получают поддержку финансовую от государства, различные субсидии и так далее. Допустим, вот возьмем пример. Я молодой предприниматель, хочу также открыть производство стильной промышленности. На дальней дистанции мой товарооборот, возможно, который будет производиться посредством использования каких-либо станков технологичных и так далее. Допустим, я затрачу больше в перспективе, нежели предприятий социальные по субсидиям. Но при всем при этом у меня будет больше товарооборот, возможно, нежели у данного предприятия. Сам вопрос, по сути, насколько конкурентоспособны социальные предприятия, допустим, в сфере текстильной промышленности по сравнению с предприятиями такого же размера, но используют, который использует либо ручной труд, скажем, простых работников, наемных, либо же труд непосредственно аппаратный. Спасибо большое. Спасибо. Собственно говоря, наш опыт показывает, что никаких различий нет. Правильно выстроенная система менеджмента, цена образования и рынки сбыта. Вот и все. И здесь независимо от того, кого вы трудите. Ну, понятное дело, если мы будем сравнивать, условно говоря, с китайским ширпотребом, я условно говорю, да, здесь, конечно, конкурировать сложно. Если же мы говорим о каких-то нишах, которые нашли для себя и в них работают, то вполне можно развиваться. Вот, опять-таки, пример с девушками, которые шьют специализированную одежду. Никто ее в России практически вот так массово не шьет. По индивидуальным заказам, потому что это очень сложно. Каждый человек с инвалидностью, он индивидуален, и они все это просматривают и прорабатывают. Большое спасибо. Будут ли еще вопросы? А можете ли вы, пожалуйста, конкретизировать, так как у нас аудитория состоит из обучающихся в основном Казанского университета. А обучающиеся Казанского университета куда могут подойти, в какое структурное подразделение нашего вуза, если у них возникнет заинтересованность в стиле вопросов в сфере социального предпринимательства? Вот сегодня и мой коллега присутствует, Булатай Радыч Запаров, руководитель научно-образовательного центра «Методология стартапа». Булатай Радыч у нас замдиректора Института управления экономикой и финансов. Можно подойти и обратиться в НОЦ непосредственно. Можно подойти в наше управление. Мы располагаемся в Униксе, в концертном зале. Офис у нас в самом низу, департамент молодежной политики, а мы чуть ниже. Поэтому есть несколько точек входа. Можете обращаться. В интернете контакты есть. У Ларисы можете получить. Все, что касается проектной работы, предпринимательских проектов, возможно, участие в конкурсах. Программа «Стартап как диплом», когда вы дипломную работу пишете, как ваш некий предпринимательский проект. Булат Айрадович только вчера первый старт, первые публичные обсуждения были. Плюс участие в конкурсах, как я уже сказал, студенческий стартап, 50 инновационных идей, гранты Министерства молодежи. Ежегодно проводятся гранты Росмолодежи. Мы всем говорим, там грант до 3 миллионов можно получить. То есть каждый из сидящих здесь может претендовать на эту сумму. Мы бы в это не верили, если бы лично не знали людей, которые выигрывали. Причем, ладно, выигрывали в республике Татарстан, мы знаем тех, кто выигрывал в России. То есть это все реально, это все возможно для каждого. Нужно просто не лениться, поднять одно место и подготовить заявку в свой проект. Большое спасибо. Вопросы еще будут? И как раз вы нас очень плавно подвели к нашему следующему спикеру, который и расскажет о возможностях участия во Всероссийском форуме и возможности получения полутора миллионов рублей на реализацию своей идеи. Встречайте, Нафис Рустамович Сиризидинов, директор ОНО, Татарстан, территория возможностей. Думаю, он как раз продолжит мысль, которую в конце высказал Антон Георгиевич. И вам на конкретных примерах расскажите, что действительно любая идея может быть реализована. Всем добрый день. Большое спасибо за приглашение. Для меня на самом деле вдвойне приятно здесь выступать, потому что я окончил высшую школу журналистики и медиакоммуникации. По первому образованию сейчас я аспирант уже третьего года обучения Института управления экономики и финансов. Можно, пожалуйста, кликер? Но это так отступление. Сперва вкратце, чем занимается наша организация? Оно Татарстан, территория возможностей. Мы работаем вместе с Министерством по делам молодежи Республики Татарстан. Отвечаем за два больших направления для молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Первое направление это участие молодежи Республики Татарстан во всероссийских молодежных форумах. О них сейчас тоже подробно расскажу, что это и зачем. Что здесь мы делаем? В первую очередь мы информируем о возможностях. Далее мы проводим отборы, то есть помогаем, вернее, помогаем с заявками, как правильно подать заявку, чтобы она прошла отбор. Далее проводим сами отборы вместе с федеральными коллегами с Росмолодежью. После этого проводим обучение для тех ребят, которые прошли и вошли в составы делегации Республики Татарстан. Организовываем трансфер, то есть важно заметить, что все эти вещи бесплатные. Далее непосредственно, если делегация, к примеру, большая, мы ее сопровождаем во время участия в форуме. Также на каждом из форумов, о котором я сегодня буду рассказывать, есть грантовый конкурс Росмолодежи, всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц до полутора миллионов рублей. Тоже подробно расскажу. И помогаем оформлять заявки на этот грантовый конкурс. Поэтому обо всем этом расскажу. Ну и, собственно говоря, второе направление – это организация участия молодежи Республики Татарстан в грантовых конкурсах. Это и грантовые конкурсы Росмолодежи, это конкурс грантов Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, итоги которого как раз 27 июня подвели в День молодежи. Там был грант до 300 тысяч рублей. На следующий год обязательно этот грант еще раз будет. Поэтому такие возможности у всех есть. Ну и то есть далее мы проводим, то есть помогаем, консультируем, оформлять заявки. Неважно, это могут быть и некоммерческие организации. В целом проектная заявка, она везде идентичная сейчас. Главное ее оформить правильно. И уже далее есть, так сказать, источники, в какие грантовые конкурсы вам можно заявить. С этим мы тоже помогаем. После этого также проводим аналитику по Республике Татарстану. К примеру, за прошлый год по линии молодежной политики, по молодежные проекты привлекли в прошлом году 142 миллиона рублей на реализацию проектов. Это как и в рамках президентских грантов, так и в рамках конкурса грантов физических лиц и так далее. То есть физическими лицами было привлечено порядка 65 миллионов рублей. Поэтому это вот еще раз повторюсь, что это все реально, абсолютно, и тоже про кейсы успешные расскажу. И в ноябре в конце года мы проводим такой форум победителей, куда приглашаем лучших участников форумной кампании, лучших авторов молодежных проектов, проводим выставку молодежных проектов, приглашаем первых лиц республики для того, чтобы они обменялись мнениями, так скажем, заручились какой-либо административной, может быть, и материальной поддержкой. Поэтому эта система уже такая круглогодичная, она работает. Подробно сейчас расскажу. Форумы Росмолодежи. Что такое? География форумов, она большая, видите, по всей стране, то есть порядка 20 всероссийских молодежных форумов проводятся. Дальше расскажу. Список форумов вы, по сути, будете видеть на экране. На ряд из них уже закончился прием заявок. Расскажу про актуальные, которые на данный момент есть. Это Artcluster Таврида, форум молодых деятелей культуры и искусств Таврида, то есть для творческих личностей, для творческих ребят. Сайт tavrida.art проводится 12 образовательных заездов до 10 октября. Один образовательный заезд длится 5 дней. Так как время ограничено, про каждый подробно рассказывать не буду. Также в рамках Artcluster Таврида до 3 июля принимаются заявки на фестиваль творческих сообществ Таврида.art. Если мы говорим про образовательные заезды, то это 5 дней, в котором участвуют 300 человек со всей страны, от республики мы отправляем, там 10-12 человек. То фестиваль творческих сообществ Таврида.art в этом году соберет 5000 молодых представителей со всей страны, деятелей культуры и искусства. По разным направлениям творчества тоже можно все ознакомиться на сайте. Прием заявок до 3 июля, то есть как раз еще время есть, поэтому можно подаваться. Сам фестиваль пройдет с 15 по 19 августа в республике Крым в поселке Судак. Далее форум территория смыслов. На пятую смену территории, на вернее седьмую смену форума территория смыслов заявочная кампания еще открыта. Если Таврида это больше про творчество, про культуру, то территория смыслов это больше про общество, про гражданскую идентичность, про семейные ценности, добровольчество и так далее. Поэтому направления этого форума такие. Опять-таки напоминаю, на каждом из форумов есть грантовые конкурсы. Просто те форумы, про которые не рассказываю, значит уже заявочная кампания закрылась, подать туда заявку можно будет только в следующем году. Далее важно отметить, так как мы сегодня говорим, про целевую аудиторию ребята с инвалидностью, с ОВЗ. На самом деле мы для себя никогда не разделяем. Неважно. Самое главное, чтобы инфраструктура форума, куда мы едем, позволяла принять таких ребят. Вот форум молодежи, форум Приволжского федерального округа Иволга как раз таки обладает абсолютно всей инфраструктурой для принятия лиц с ОВЗ. Подробно здесь остановлюсь. Делегация на самом деле Татарстана уже сформирована. До 11 июня был прием заявок. 110 человек от Татарстана в июле примут участие в данном форуме. Отдельно работает для лиц с ОВЗ инклюзивный городок. Тут что касается кейсов. Вот сегодня уже упоминали студию «Эмоции». От Краснелли пришла представитель, руководитель студии Инесса Клюкина. Она сейчас находится на Тавриде, на форуме. Буквально сегодня они приехали туда и там также будут защищать свой проект. Мы с Инессой познакомились в 2014 или в 2015 году, когда был получен первый грант на ее студию. И поэтому оттуда уже именно с форума Иволга, по сути, если там… В 2017 году мы с Инессой познакомились, вместе писали ее проект, помогали. Вот на Иволге она, по-моему, в районе 500 тысяч рублей или 300 тысяч рублей получила первый грант. И дальше уже там из физического лица они превратились уже в некоммерческую организацию. Сейчас уже имеют поддержку в форме президентских грантов. То есть такая траектория достаточно серьезно имеет место быть. Там, опять-таки, про инфраструктуру. Если говорить другие примеры, там, во-первых, созданы условия. Там, допустим, Инесса передвигается на коляске. Для таких ребят всегда волонтеры, все сопровождают. Помимо этого есть мы, которые всегда помогаем. В 2019 году как раз студенты ИФМК нашего университета принимали участие в группе Низами. У девочки был проект по созданию книги, нотной книги по Брайле. То есть она приобрела за счет средств гранта станок брайлевский, как бы выполнила условия гранта, реализовала проект и дальше. То есть у них уже станок есть. Они дальше продолжают работать. У них также некоммерческая организация Низами есть. В этом году, как раз если говорить про состав делегации этого года, один из молодых людей, Александр Казаков. Он вообще приехал из Кировской области. У него проект по созданию творческой мастерской из деревянных изделий. Он, во-первых, делает сам эти деревянные изделия. Первое направление он делает сам на заказ и потом их продает. И второе направление он еще ребят с ОВЗ дополнительно всех этих ребят обучает этому ремеслу. То есть и так далее. На самом деле на него, если посмотреть, мы буквально недавно с ним познакомились. Он также вот вчера буквально, позавчера выиграл грант в министерство по делам молодежи в размере 150 тысяч рублей. Но у человека, по сути, если не ошибаюсь, у него руки даже не работают, если кто-то знает. Но вот он колоссальный делает труд, вот изделия какие он преподносит. Поэтому тут даже разделять не надо. На таких людей смотришь и сам вдохновляешься от того, что они делают. Поэтому вот именно про кейсы какие-то успешные. Я думаю, на Иволге тоже все у него получится. Ребята незамей, они вот как раз незрячие. То есть Диляра там руководитель, она ездила с поводырем, с собачкой. Поэтому опять-таки все условия есть. Дальше о каких мероприятиях расскажу, стоит упомянуть. Всероссийский форум молодых предпринимателей пройдет в Республике Удмуртия. Там также опять-таки гранты для физических лиц до полутора миллионов. Что здесь важно сказать? Что есть две категории. Это те, кто уже имеет бизнес-идею или хотят ее масштабировать или развивать. Или ребята, которые только, вернее, имеют бизнес. И вторые ребята, которые имеют бизнес-идею и хотят ее реализовать в первый раз. Поэтому тут две категории. И как бы и тех, и тех поддерживают. Поэтому дальше в подробности вдаваться не буду. Следующий форум экосистемы, если говорить, переходить про возможности, про географию. Вот, к примеру, форум экосистемы для ребят, которые занимаются экологией, пройдет в Камчатском крае. На него еще до 29 июля заявка идет. С 29 августа по 4 сентября форум состоится. Поэтому в целом и география форума форумной компании «Росмолодежи» она огромная. И участие делегаций Татарстана в нем тоже большое. Президент всегда нас поддерживает. И поэтому наши ребята очень активно участвуют. Что это и зачем? Зачем вам форумы «Росмолодежи»? Мы зачастую спрашиваем. Кто принимал участие из аудитории в форумах «Росмолодежи»? Никто. Один, да? Ну, то есть это понятно. Но вот мне всегда жутко обидно, и я не понимаю, почему. То есть либо не хотят, либо не знают. Если не знают, то это наше упущение. Мы не донесли информацию, не дорассказали. То есть все структурные подразделения. Я надеюсь, что если я вам сегодня как-то вас вдохновлю, то там один-два человека из аудитории поедут. Это уже будет здорово и хорошо. Может быть, один выиграет грант на реализацию проекта и его реализует. Поэтому вот. Возможность познакомиться. Понятное дело, стандартная история с новыми лицами, людьми, единомышленниками. Встретиться с экспертами. Сейчас история форумной компании от развлекательной досуговой вещи превращается в профессиональную, где вы получаете профильные знания по той специальности, по которой вы учитесь. Вы можете пройти стажировку в крупных госкорпорациях. Вы можете пообщаться с представителями крупного бизнеса, с руководителями госкорпораций, с представителями органов власти и так далее. Получить грантовую поддержку. То есть это очень важная история для нас. Это тоже KPI по форумной компании. Ну и так далее. То есть различные остальные мероприятия, которые возможны в рамках мотивационной программы форума. Самое главное, как попасть. Есть единая точка входа. Это портал Росмолодежи. events.myrosmall.ru Мы регистрируемся там один раз. Для того, чтобы стать участником форума, нужно там зарегистрироваться. После этого вам предложат пройти образовательный курс из пяти онлайн-лекций по 10-15 минут на разные темы, исходя из тематики форума. После этого вы проходите небольшое тестирование там на, так скажем, просто тестирование на, там, по тем лекциям, которые вы прослушали. После этого вы подаете заявку на форум, заполняете там небольшое эссе, либо снимаете видеовизитку. После этого мы уже связываемся с вами в случае вашего прохождения. И дальше уже, как я рассказывал, ситуация с трансферами, обучением, трансфер и так далее. Собственно, вот такая вот история. Можно смотреть дальше по тому, что будет и так далее. Про кейсы я вам тоже рассказал. Можно, пожалуйста, про гранты. Сейчас отдельно презентацию покажу, чтобы тоже было у ребят понимание. Если есть какие-то вопросы, можете пока готовить. В целом у нас большой опыт. И в кейсах, которые мы можем примеры рассказать, если личные вопросы есть, тоже можете также готовить. Если говорить про всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц, пока включается презентация, то есть есть 15 номинаций, по которым ребята могут подавать свои идеи. То есть идея-то не просто хочу провести в университете, ну вот даже вот этот семинар, это тоже по сути проект, серию образовательных лекций для лиц УВЗ. У каждого проекта должна быть цель, вернее, должна быть проблема, которую проект решает, должно быть решение, и это решение должно быть расписано в цель, в задачи и так далее. Рост молодежи гранты. Подаем на конкурс через ту же самую платформу myrosmall.ru, то есть тут приставка grants.myrosmall.ru. Обязательно это для граждан Российской Федерации. Здесь уже в возрасте от 14 до 35 лет. Вот 15 номинаций. Отдельно тоже останавливаться не буду. Здесь, по сути, лица с УВЗ могут подать заявку в любую из номинаций. Есть отдельное прям направление, это пятая номинация, стирай границы. Как раз-таки поддержка инициатив, которые реализуются ребятами с инвалидностью. Но, тем не менее, разницы нет. Если проект по медиа направлению, человек с УВЗ может податься и в это направление. Поэтому остаток номинаций. Дальше есть план. Могу презентацию потом направить. Сейчас подробно останавливаться на этом, не буду. Как правильно заполнить ее. Хотелось бы показать таймлайн грантовых конкурсов этого года. У нас в марте, вернее, в январе-феврале проходил конкурс грантов для высших учебных заведений, в котором республика Татарстан одержала, получила поддержку на четыре проекта. Общую сумму в районе 15,5 миллионов рублей. С 1 по 30 марта проходил прием заявок на грантовый конкурс физических лиц в заочном формате. То есть, когда мы пишем заявку, формуляем ее, отправляем экспертам. Эксперты заочно ее оценивают и уже выходит протокол победителей. И вот сейчас уже эти проекты начинают реализовываться. Ребятам приходят средства. Что здесь важно отметить, что республика Татарстан оказалась первой по количеству поданных заявок. 915 заявок было от молодежи Татарстана со всех муниципальных районов на участие в данном грантовом конкурсе. И поддержку получили 42 проекта на общую сумму 36 миллионов рублей. Это четвертый показатель по всей стране. В Москве, Московской области, Питеру проигрывать не стыдно, но уровень достаточно большой. Следующие, дальше, в июле, на следующий месяц объявят конкурс грантов микрогранты до 50 тысяч рублей. Понимаем, что в муниципальных районах заявку на полтора миллиона рублей оценить, вернее, написать очень сложно. Но зато микрогранты до 50 тысяч рублей, какую-то раздаточную продукцию для проекта, может быть, какое-то маленькое оборудование для реализации проекта. Это будет облегченная форма заявки, облегченная форма отчетности. Очень быстро пройдет конкурс, и быстро ребята получат свои средства на реализацию проектов. Это микрогранты. Дальше в течение всей форума, в течение с мая по октябрь проходит конкурс грантов для физических лиц в рамках форумной кампании. Здесь отмечу, что мы защищаем проекты очно. Вот уже два человека выиграли гранты. Один выиграл у нас в Казани. Здесь проходил фестиваль уличной классики, проект конструктив, в 213 тысяч рублей. И вот буквально вчера ребята прилетели с Калининградской области форум Шум. Если кто-то здесь знает, проект школа журналистики «Слово за нами». Вот они, ребята, получили порядка 800 тысяч рублей тоже на реализацию своего проекта. Ну и как бы дальше уже грантовый конкурс у нас еще идут. Надеемся, что побед будет много. И второй грантовый конкурс заочный пройдет в августе этого года. То есть можно будет еще раз податься. Как раз таки у вас есть время познакомиться и также ознакомиться со всеми темами. И в августе также начнется грантовый конкурс для некоммерческих организаций, чьи проекты направлены на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации. Поэтому в целом в течение всего года грантовый конкурс проходит. Можно, по сути, в любой момент к нам обратиться. Мы подскажем, как правильно оформить, куда правильно подать, то есть в каком форуме будет выигрышней вам участвовать. Есть критерии оценки проектов. То есть тоже останавливаться на них не буду. То есть вы можете сами себя проверить после написания проекта, либо обратиться тоже в том числе и к нам за экспертной оценкой. Ну и в целом все. Я думаю, больше на вопросы бы поотвечал, если они у вас есть. Большое спасибо. Будут ли вопросы у аудитории? Они, видимо, все воодушевились и уже думают над своими проектами. А вы сказали, что если что, можно обратиться, может быть, тоже скажете, где можно получить консультацию. В здании молодежного центра Республики Татарстан, улица Губдулу-Тукая, дом 113А, можно заранее позвонить, либо написать нам в ВКонтакте. У нас есть сообщество Татарстан, территория возможностей. Там в администраторах есть мои контакты. И связаться со мной мы без проблем очно оказываем консультации, либо если нужно в Zoom формате, можем также созвониться и вам оказать консультацию. Помощь. Все это мы делаем бесплатно, соответственно. Тоже важно очень подчеркнуть, что многие ребята, проекты, то есть мы говорим о социальных проектах, если там отдельные категории социальные предприниматели, но многие ребята, к примеру, там проекты какие-либо по медианаправлению, либо там по спортивному направлению, они закупают необходимый инвентарь, в рамках одного года реализуют свой проект и после этого используют уже тот инвентарь, который они получили как физическое лицо для уже коммерческих целей, то есть после года реализации проекта. Это тоже никто не запрещает. То есть это, по сути, может быть таким вашим неким вложением в ваш бизнес. Поэтому такие возможности тоже есть. Большое спасибо. Появились ли вопросы в аудитории? Тогда давайте еще раз поблагодарим нашего спикера. Большое спасибо за то, что вы посетили наше мероприятие. Спасибо большое. Я в 4 часа должен быть на совещании, поэтому убегу, с вашего позволения. Спасибо большое. Большое вам спасибо. Мы были очень рады вас видеть, признательны за ваше выступление и за такую полезную информацию. Действительно, сама являлась участниками в форумных кампаниях, в грантовых конкурсах. Мы участвовали в воспоминаниях. Незабываемые. Действительно, это те вещи, которые лучше иметь в своей биографии, рассказывать о них внукам. А мы переходим дальше. Большое спасибо, Нафис Рустамович. А мы переходим дальше. И следующий спикер, это Наиль Равилевич Вяльшин, который расскажет об еще одной возможной траекторией деятельности. И тема его выступления, это возможности временной занятости обучающихся. Кто не знал, у нас есть Центр по организации временной занятости, обучающихся нашего Казанского университета. Вот как раз таки Наиль Равилевич расскажет, какие возможности он вам может предоставить. Добрый день, уважаемые друзья, студенты. Действительно, расскажу все, ничего не утаю. В 2020 году по инициативе ректора, при поддержке ректора нашего университета, сами мы понимаем, что было у нас в 2020 году, мы столкнулись с пандемией, и многие студенты остались у нас без работы. И так или иначе, кто-то подрабатывал, кто-то где-то работал, и необходимо было найти те меры поддержки для студентов на вакансии, стажировке, когда студентам мы могли бы трудоустроить и дать возможность подзаработать кому-то, может быть, даже оплатить за свою учебу. В нашей работе, в нашей деятельности, как уже Нафис правильно сказал, и в нашем университете нет разделения по каким-либо признакам. И лица СОВЗ, и все остальные студенты работали, ищут работу так же, как и остальные все студенты. Благо, в нашей республике, в нашем университете социализация проходит очень так планомерно, без всяких потрясений, стрессов и так далее. Сегодня я вам расскажу про те возможности, которые предлагает Центр по организации временной занятости обучающихся нашего университета. Во-первых, любому студенту, любому обучающемуся нашего университета необходимо нарисовать свою карьерную траекторию, по которой он будет двигаться, работать, учиться и так далее. Во-первых, первый такой блок, блок знаний, который вам необходимо будет освоить, это ваше фундаментальное знание. Фундаментальное знание это те занятия, на которые вы, грубо говоря, сейчас ходите в университет. Это ваш фундамент вашего будущего, будущей профессии, будущей карьеры, для того, чтобы вы могли построить на этом фундаменте свои новые компетенции. Когда я работал в Институте вычислительной математики, информационной технологии, студенты ко мне подходили, говорили, зачем нам этот матанализ? Все равно мы будем программировать, работать с программами и так далее. Я им объяснял, что, ребят, матанализ – это основа программирования, и вам без него не знать, дальше узнать фундамент, на чем базируется ваш код, как он пишется. Вы его сейчас вручную пишете, да, там есть у вас, может быть, на потоке вы учитесь с кем-то или друзьями общаетесь, кто уже начал программировать, кто уже начал изучать какие-то языки программирования, а вы вот сейчас на азах, можно сказать, с нулевых этапов стараетесь что-то познать. И именно на фундаменте, на той базе, на той площадке, которую вы сформируете в университете, как раз будет базироваться ваша карьерная составляющая, ваша будущая профессия. Второе – это soft skills, digital skills. Это непосредственно те компетенции, которые вам помогут в взаимодействии с работодателем, в взаимодействии с клиентами, я не знаю, с потребителями ваших услуг, кто будет являться заказчиком у вас товаров или услуг. Вспоминается мне небольшое такое исследование высшей школы экономики, когда они спросили у работодателей, что больше всего работодатели интересуют в выпускниках вузов и попросили разделить hard skills, soft skills, digital skills попроцентно. Как вы думаете, как распределились проценты? Софты сколько процентов было? Ну, приблизительно. 70? Ну, приблизительно так и было. Работодатели сказали, что в большинстве случаев их интересуют soft skills. Hard skills где-то отдавалось 15-10 процентов и даже больше, чем hard-off, необходимо было digital skills. Соответственно, мы видим у работодателей такой запрос, что да, студенты идут со знаниями, но не способны коммуницировать, работать в команде, делать презентации, работать в цифре, работать с Excel, Word и так далее. Даже будучи немножко преподавателем, смотрел курсовые работы у студентов, которые скачивают с интернета и даже без форматирования, без малейшего, сдают преподавателю. Естественно, такие курсовые возвращались, такие работы на доработку, так сказать, чтобы хоть как-то научить работать с Word, как необходимо форматировать тот или иной текст. Но с этим опросом можно и не согласиться, потому что hard skills – это ваши основные компетенции, ваши профессиональные компетенции, за которые вас работодатели будут брать на работу. Если вряд ли вы пойдете к стоматологу, у которого soft skills 70%, а hard 10%. Правильно? Поэтому уделять, опять же, особое внимание soft skills не стоит. все-таки постарайтесь набрать 70% своих профессиональных компетенций, чтобы вы были востребованы на рынке труда. И, соответственно, креативное мышление – это третий вариант, третья ступенька, которую вы можете, также будучи студентами, развить в себе, как в будущем профессионале. многие меня спрашивали, почему у нас по карьере в молодежной политике двигаются КВНщики. Есть такое. Да, потому что развито креативное мышление, потому что в КВН вы действительно тренируете себя сдержанно себя вести, вы придумываете на ходу любой выход из ситуации. То есть у вас, ваш член команды забыл какую-то шутку, вы быстренько должны подхватить, что-то придумать, дабы получить те заветные баллы, которые раздают члены жюри. И, соответственно, вот это творческое направление, творческое развитие вас как личности, оно поможет вам дальше в карьере. И действительно у нас в университете очень развито это направление как творческое составляющее. И вы можете найти для себя любое направление, дабы развить в себе вот это вот чуть-чуть. Не обязательно у вас будут нас востребовать петь профессионально на сцене, чтобы выступать на 100-двеснах. Для себя, чисто для своего развития вы можете играть в КВН, писать для них шутки, я не знаю, или танцевать в хореографическом каком-нибудь ансамбле, петь и так далее. Вот в скупе все эти три составляющие вашей карьерной траектории помогут вам в дальнейшем развить свои навыки и стать конкурентоспособным специалистом на рынке труда. На данный момент во временном трудоустройстве мы студентам предлагаем первое это вакансии. Вакансии аккумулируем с различных работодателей. Сейчас мы уже перешли из разряда, когда мы собираем вакансии с агрегаторов, мы перешли на работу, когда агрегаторы, то есть присылают нам вакансии для публикации, работодатели присылают нам вакансии для того, чтобы вы как студенты могли их первыми увидеть и первыми откликнуться на них. Второе это стажировки. Стажировочные программы, которые мы ведем совместно с работодателями. Недавно закончилась даже закончилась уже стажировочная программа у студентов в Акбарсбанке, когда студенты участвовали в конкурсе, получили соответствующие позиции в банке, и эти стажировки, они оплачиваемые. Мы говорим о том, что стажировки вам нужны. И в течение четырех лет обучения на бакалавриате вы можете 6 или от 6 до 8 раз поменять место стажировки. И не надо бояться этих стажировок. Вы можете попробовать той или иной специализации себя как профессионала, себя как будущего выпускника по той или иной специальности. И, соответственно, попробуйте в своем развитии, в своей реализации. Вдруг вам не понравится какая-либо специализация, и вы подумайте, что вы учитесь на юриспруденции, и там же разные есть направления, правильно? Работы. Есть гражданское правовое, судебное, международное право и так далее и тому подобное. То есть в каждой из этих специализаций вы можете попробоваться уже сейчас. Дабы работодателей, которые готовы принять на стажировку ребят, студентов КФУ, очень много. Далее это карьерные мероприятия, которые мы проводим для вас. О событиях немножко подальше, поподробнее расскажу. Это те события, на которых встречаются студенты и работодатели, где вы напрямую можете пообщаться, напрямую задать вопрос, получить ту или иную стажировку по любому направлению деятельности, который представлен будет на мероприятии. А разрешусь сразу уточнить как раз к слайду. Вы сказали, что агрегаторы сами уже прислали информацию о вакансиях. Встречаются ли среди них вакансии для людей с инвалидностью? В частности, были ли такие случаи? Да, были. Может, стажировки есть специальные? Да, были такие случаи. Мы обязательно у себя в постах, в социальных сетях делаем отметку о том, что на данной позиции могут заявляться и студенты с ОВЗ, дабы созданы у этого работодателя такие условия. Такие отметки мы делаем. Делаем также отметки по форме занятости. То есть это либо постоянная, либо временная, либо какая-то сменная работа. И, соответственно, из тех выборок вакансий, которые вы увидите, вы сможете уже выбрать для себя нужную. Ну и, соответственно, мы ведем информационную работу, потому что нельзя без того объема информации, который нам нужно распространить среди студентов, не вести информационную работу. Это ведение социальных сетей, сайта и так далее. Это небольшие итоги за предыдущий учебный год. Сколько было вакансий опубликовано, сколько мероприятий было проведено. За этот учебный год мы заключили 15 новых партнерских соглашений с работодателями, которые нам присылают свои вакансии. Сейчас у нас на обработке вакансии в Министерство по делам молодежи. Это в отдел патриотического воспитания и в отдел психологического сопровождения. Далее большой пул вакансий нам предоставил Государственный архив Республики Татарстан. Построен новый государственный архив в столбище, где очень много вакансий для студентов. И они готовы рассмотреть различные условия, предложить различные условия. Это бесплатный трансфер, это различные пакеты поддержки, зарплаты и так далее и тому подобное. То есть вариантов трудоустройства сейчас для студентов очень и очень много. И, соответственно, мы реализовали два проекта. Это летнее трудоустройство студентов в нашем университете. В университете был трудоустроен в течение учебного года 301 студент. То есть у нас вуз наш с вами выступает в роли работодателя. То есть если у вас есть желание остаться в университете либо найти ту или иную нишу в университете, то, пожалуйста, обращайтесь. Также имеются вакансии в наших институтах и структурных подразделениях. И проект «Сириус лета. Начни свой проект». Это проект, который реализуется по инициативе президента Российской Федерации. В данном проекте у нас участвует ежегодно максимальное количество студентов. Это вот в этом году было 33 студента. То есть если в разрезе всех вузов по всей России взять, это по 2-3 студента. В нашем университете студенты более активные. И я вам расскажу, почему подробнее. Чуть позже. Сейчас на слайде представлены варианты трудоустройства для студентов. В 2020 году были внесены изменения в федеральное законодательство. Это первое. Иностранные студенты, которые обучаются по очной форме обучения, имеют право на работу без всяких разрешений. Это первый QR-код. Они должны выполнять все три условия, которые отображены на экране. И второе. У нас студенты 4-5 курса, с 3 по 5 курса педагогических направлений подготовки уже могут работать в образовательных организациях без получения диплома. Достаточно справки об вашей успеваемости. И тоже эти изменения были внесены в федеральное законодательство. «Сириус лето. Начни свой проект». Ежегодно в течение учебного года сейчас уже заявочная кампания идет на «Сириус лето». Любой студент нашего университета может заявиться на этот проект. Условия этого проекта какие? Вы как студент регистрируетесь там в роли наставника. В роли наставника что? С 1 августа. Спасибо. С 1 августа вы можете зарегистрироваться и вы выступаете в роли наставника для школьников. Вы выбираете соответствующий проект. Здесь представлены логотипы организации, которые заказывали проект и наши студенты выбирали эти проекты. Это различные проекты либо технологических изменений, либо каких-то социальных и так далее. И главная задача была студентов, наставников привлечь к своим проектам школьников. Это могут быть школьники наших лицеев, обучающиеся наших лицеев, обучающиеся любых других образовательных учреждений Республики Татарстан. И вы совместно со школьниками выполняете тот или иной проект, который будет заявлен вами в самой программе «Сириус лето». Это целая экосистема, сайт создан. И в течение всего периода, например, с 1 ноября по 31 мая студенты ежемесячно получали вот такое денежное довольствие за свое наставничество. Это в районе 17 тысяч. Работа, я бы не сказал, что какая-то пыльная. И любой студент может реализовать проект, заказ от наших работодателей и, соответственно, представить потом итоги и защитить свой проект на совете самой программы «Сириус лето. Начни свой проект». Это коротко крупные наши события, которые прошли в этот учебный год. Это общая университетская ярмарка вакансий, которая у нас прошла 23 апреля. Всероссийская акция «Время карьеры», которую мы реализовали с Уральским федеральным университетом. Эта акция прошла во всех городах, во всех крупных городах, где присутствуют федеральные университеты по всей России. И федеральными партнерами стали очень крупные компании. Это «Росатом», это «Сбер», «Анкор» и так далее и тому подобное. Педагогический маркет вакансий – это такой профильный маркет вакансий. В этом году мы решили проводить больше таких узконаправленных маркетов для студентов по различному направлению подготовки. В следующем семестре мы проведем маркет медицинских вакансий. Далее у нас уже проработки маркет экономических вакансий. И, соответственно, мы будем больше профилизировать наши маркеты для того, чтобы они стали более прикладными и возможность в них участия была максимально широкая. И паблик толк, старт карьеры. В этом зале мы как раз первую конференцию проводили для студентов первого курса для того, чтобы они могли как раз пойти, ну, получить ту базовую информацию, с которой могли бы они стартовать в своей карьере, в своем трудоустройстве, в своей профессии. В 2020 году мы начали разработку сайта career.pfu.ru. Это карьерный агрегатор, на котором вы сможете найти вакансии, которые к нам поступают. Также с помощью своего личного кабинета, личного кабинета студента, вы можете составить свое резюме. Заходите в электронный университет, в свой личный кабинет, и вы можете в практике трудоустройства в разделе составить свое резюме. Это такой, так сказать, тренажер для вас по составлению резюме непосредственно на платформе нашего сайта, где вы сможете заполнить те или иные поля, необходимые вам условия работы, на какую должность вы рассчитываете. И, соответственно, это резюме высветится на нашем сайте как соискатель на работу. И работодатели, с которыми у нас подписано соглашение, они смогут зайти на этот сайт и уже найти без нашего с ними взаимодействия, найти резюме необходимой по должности, связаться с вами, и, соответственно, уже вы сможете найти свою работу. Вот так резюме выгружается в PDF, и вы сможете это резюме использовать в дальнейшем при любой другой работе, если вы вдруг самостоятельно будете искать свою работу. Про социальные сети немножко расскажу. Это часть цифровой карьерной среды КФУ, которую мы ведем в ВК, в Телеграме, на сайте факультетус. Про факультетус еще подробнее расскажу. Где вы сможете найти всю информацию о карьерных мероприятиях, о карьерных событиях, о вакансиях, о стажировках, о практиках, о каких-либо возможностях, о лайфхаках, ответах на часто задаваемые вопросы. Также вы можете пройти в сообщение группы и уже пообщаться со специалистами центра, задать интересующие вас вопросы и получить на ваши вопросы ответы. Кроме этого у нас есть Телеграм-канал, в котором мы также дублируем всю информацию. Со следующего семестра мы будем вести прямые эфиры, трансляции, будем приглашать работодателей, которые смогут ответить на те или иные вопросы студентов. И, соответственно, подписывайтесь на наши социальные сети, будете узнавать об этих мероприятиях первыми. Факультетус. Что такое? Это федеральная площадка, карьерная среда для вузов Российской Федерации. На этом сайте мы широко представлены как партнерами, так и количеством зарегистрированных студентов. И самое главное, самая такая особенность этого сайта, когда вы регистрируетесь здесь, ваше резюме видят не только работодатели Республики Татарстан, но и всей России. И вам по вашему резюме могут откликнуться из Москвы, из Петербурга, из Екатеринбурга и так далее. И тому подобное. На этом сайте вы регистрируетесь. Также мы дублируем туда информацию по карьерным мероприятиям. Работодатели самостоятельно публикуют там свои вакансии и, соответственно, находят для себя работников. Это часть тех компаний, с которыми мы сотрудничаем. Здесь нет, наверное, 15 тех соглашений, с которыми мы подписали. Соответственно, если вдруг у вас будут какие-то вопросы, я готов на них сейчас ответить. Либо же вы можете обратиться к нам по социальным сетям, по почте, по телефону. Не знаю, как вам будет только удобно. Есть ли у вас вопросы? Так. Давайте мы сначала поблагодарим спикера за такую интересную презентацию и информацию. Добрый день. Меня зовут Тимур. У меня к вам, ну, скажем, два максимально тесно связанных между собой вопроса. Вот конкретно хотелось бы уточнить, насколько четко прослеживаются тенденции не только взаимодействия, возможно, в плане трудоустройства, а еще прохождение практики у этих компаний. Допустим, когда студент идет работать по профильной, возможно, специальности. Насколько часто вообще предоставляется возможность проходить не только, скажем, стажировку этих компаний, но еще и с практикой сочетать это возможно. Например, с преддипломной. И дальнейшее взаимодействие уже с работодателем в профессиональной деятельности. Насколько четко эта тенденция прослеживается и как часто она возникает. Спасибо большое. Это два вопроса? Или один пока? Они очень близко, скажем, связаны. Поэтому можно что-то делать. Первый вопрос. Как часто взаимодействуют работодатели-студенты по средствам практики именно? Сразу вам скажу, что практики к нам не относятся, потому что практики – это часть учебного процесса. И, я не знаю, к сожалению или к счастью, пока это к нам не относится. В дальнейшем, может быть, мы и будем заниматься практиками, но пока не сейчас. Как мы сейчас работаем с работодателями? Насколько мы можем снимать, зондировать эту информацию? Зачастую студенты приходят на практику как? Все мы знаем. И только процентов 10 где-то идут на практику сами, ищут работодателя, приносят договор, подписывают и, соответственно, проходят там практику. В взаимодействии, опять же, свежие воспоминания. Вчера была встреча с Акбарсбанком. Все центры карьеры, всех вузов собирались. И, соответственно, я могу сказать, что те студенты, которые у нас уходят в этот банк на практику, процентов 30-40 остаются туда, там, остаются на работу. Банк предоставляет вакансии не только в сфере экономики и финансов. Это уже большая такая корпорация, где и IT, где и юристы нужны, где и инженеры, и любые другие специалисты по кибербезопасности даже, которые там остаются и работают. По практикам вот как-то так. А второй вопрос? Ну, как раз-таки вот касательно, вы упомянули Акбарсбанка, взаимодействия дальнейшей и уже не по карьерной лестнице непосредственно, скажем, старого работодателя, который предоставил возможность. Соответственно, если студент сам находит работодателя, у которого он хочет пройти практику, если с этим работодателем у нас имеется соглашение, то мы сами можем взять на себя ту процедуру заключения вот этих всех бумажек, не бумажек, подписания и так далее. И, соответственно, уже студент идет туда на практику со своим дневником, своими документами стартовыми по практике и, соответственно, трудоустраивается. Сейчас мы стараемся сделать программы стажировочные с работодателями, которые будут нахлестом так находить на практику, чтобы вот эти стажировочные программы, они пошли в зачет, то есть, да, в зачет этой практики, которая у студентов в течение лета, либо преддипломная или преддипломная практика. Вот, и, соответственно, мы стараемся это уже сделать, но пока, как сказать, из того, что в моих компетенциях, даже я бы сказал, не в моих компетенциях разруливать вопросы практики, я больше по стажировкам и по трудоустройству. Давайте я, может быть, отвечу тоже, да. Но мы стараемся это сделать. Вопрос действительно крайне интересный, особенно говоря о временной занятости. Да, мы с вами понимаем, что проходить практику, еще и стажировку, на которую я хочу пойти, еще и где-то временно работать, все это крайне сложно. На самом деле зачесть стажировку вместо практики, возможно, все зависит от формы и от организации, в которой вы вот эти мероприятия проходите. То есть, если ваша стажировка подпадает под то направление подготовки, на котором вы обучаетесь, тогда, я думаю, при совпадении сроков, там, либо при составлении плана индивидуального вам можно перезачесть результаты. Но если вы пошли на стажировку, например, для выработки soft skills, а не hard skills, да, потому что практика – это все-таки формирование наших знаний в их компетенции, по большей части, в нашей области. А если вы пошли на стажировку там в digital фирму, чтобы цифровые компетенции наработать, и никак они с вашим направлением подготовки не бьются, ну, тогда вам придется две формы проходить. Поэтому, если вы хотите одним мероприятием убить двух зайцев, нужно выбирать те стажировочные мероприятия, которые подпадают под ваше направление подготовки, тогда, думаю, проблем не будет. Вот. Так, вопрос действительно крайне интересный и проблема актуальная. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Есть еще вопросы? Будут ли еще вопросы? Все, больше вопросов. Да, большое спасибо за такую подробную информацию. Спасибо. Тоже узнала много нового, в том числе об имеющихся цифровых решениях, в том числе нашего вуза, да, что, оказывается, у нас можно уже формировать свое цифровое резюме, что весьма ценно, потому что многие работодатели, даже мои знакомые отмечают, да, когда они получают отклик на вакансии. Одна из проблем, что резюме просто составлено не очень хорошо, и из-за этого они получают отказы. Большое спасибо. На этом мы закончили ознакомление с нашей небольшой теоретической частью, да, по имеющимся возможностям. И сейчас мы с вами переходим к рассмотрению конкретных кейсов, то есть тех социальных проектов, которые были разработаны для ребят с инвалидностью. И наш первый кейс – это новые возможности стать ведущим занятий по пониманию инвалидности. И спикером выступает Асель Ильясовна Насыбулина, руководитель городского центра образования. Добрый день. Да, меня зовут Асель Ильясовна Насыбулина. Я представляю городской центр образования. Городской центр образования – это некоммерческая организация, которой уже более 20 лет. Тогда еще вообще мало кто знал, что такое некоммерческие организации, поэтому у него может быть такое странное название. На первый взгляд нам иногда звонят и говорят, как ребенка устроить детский центр. Я говорю, знаете, мы этим не занимаемся. Но на протяжении этих лет долгих мы занимались всегда профессиональным образованием, дополнительным образованием, курсы повышения квалификации, курсы профессиональной переподготовки и социальные проекты. Вот одним из таких социальных проектов являются уроки доброты. Наши ведущие проводят уроки доброты в школах, детских садах. Для чего это нужно? Как правило, вы видите здесь две девушки или два младых человека с инвалидностью приходят в школу и разговаривают с детьми о том, что такое вообще инвалидность, почему у людей есть инвалидность, какие ограничения это накладывает, какие у них сложности бывают в жизни. Как вообще можно помочь? Где они могут работать? Как они могут учиться? Каким видом спорта могут заниматься люди с инвалидностью? Или каким видом творчества они могут заниматься? В этом проекте не только уроки доброты. Здесь еще написано, что будут экскурсии о доступной среде. И конкурс для школьников. Мы занимаемся проведением этих уроков с 2015 года. Вы видите, что, как правило, детям бывает очень интересно. Вообще, эта практика довольно интересная. Школы и востребованные. Школы очень заинтересованы в этих уроках. Почему? Потому что меняется отношение детей к людям с инвалидностью. Почему мы проводим это в инклюзивных школах? Планируем проводить. Потому что все больше детей с ограниченными возможностями здоровья приходят в обычную школу. И возникают сложности. Вот наша ведущая. Для того, чтобы эти уроки проходили с большим доверием к ведущим, мы приглашаем в качестве ведущих молодых людей с инвалидностью. Как правило, это два человека. Так проще просто, чтобы взаимодействовать с детьми, чтобы они могли поддержать друг друга. Зачем проводить? Вот я начала об этом как раз говорить. Уроки доброты. Мы провели опрос. И вот такие результаты получили. Прошу прощения. Да. Видим ее. Ой. Не очень дружу с техникой. Вот такие результаты. Да. Действительно. Очень большой процент старшеклассников честно признались, что испытывают к людям с инвалидностью что? Жалость, сочувствие. Вот приходит ребенок в школу, ему хочется, чтобы его жалели. Хочется, чтобы с ним дружили. Хочется, чтобы воспринимали как равного. В общем-то, ради этого мы и затеяли эту программу. Этот проект. Да. Очень много школьников просто не знают, как общаться с человеком с инвалидностью. Но это те, кто признались. На самом деле таких больше. Многие считают, что это забота государства. Вообще. Меня это не касается. Вот. Поэтому мы решили провести. Да. И давно уже проводим такие уроки. Участники проекта начинают понимать, что люди с инвалидностью это такие же, как мы. Такие же люди. При создании определенных условий. Эти возможности ограничены. Они возрастают. И различия стираются. Да. Эти уроки нужны детям с инвалидностью, которые приходят в школу. Но я вам скажу, вообще на самом деле эти уроки может быть больше нужны даже детям, которых называют норматипичными. Потому что мы знаем, что в будущем может такое случиться. Ну, не дай бог, конечно, да. Что все может случиться. Любой человек может стать человеком с инвалидностью. У людей рождаются дети с инвалидностью. Это происходит довольно часто. Вот чтобы в будущем вы, так скажем, не падали в обморок, да, не опускались руки, не побежали вешаться. Ну, что такое? Ну, случилось, да. Оказывается, люди с инвалидностью нормально живут, занимаются спортом, занимаются творчеством, находят себе достойную работу и добиваются успеха. Да, возможно, вы, там, эти дети, да, в будущем норматипичные, они станут просто работодателем, которому придет человек с инвалидностью. Все может быть. В любом случае, это нужное дело, мы это поняли. Поняли вы это управление образования. Нас очень поддерживают. Этот проект получил поддержку благодворительного фонда Татнефть. И благодаря этому мы сейчас объявляем набор на курс ведущих уроков доброты. Ведущие урока доброты, единственное требование, чтобы это были молодые люди с инвалидностью, не важно какой формы. Я уже говорила, почему это важно. Потому что вы приходите к детям, и, конечно, дети больше доверяют людям, которые понимают то, о чем они говорят. Поэтому очень важно, чтобы ведущие были действительно с инвалидностью. Часто на уроках доброты задают вопросы дети. То есть это не должно смущать ведущего. Он должен понимать, о чем он говорит. Это очень важно на самом деле. Что такое, какие плюшки? Что вы получаете в результате участия в этом проекте? Во-первых, бесплатное обучение идет два месяца, и в результате этого обучения вы получаете сертификат, что вы можете вести занятия по пониманию инвалидности. Ну, кто-то, может быть, подумает, что это ерунда. Почему нет? Такие уроки, как я уже говорила, востребованы в школах. Те, у кого педагогическое образование, возможно, воспользуются этим сертификатом, будут вести до детей такие уроки. Но такие уроки, такие занятия проводятся не только для детей. Наш городской центр образования, у нас есть такой опыт, мы проводили такие занятия для представителей бизнеса, для представителей торговых площадок, ресторанов, меги. Это очень востребовано, хотя сейчас ниша пока не занята. Вот в Казани, по крайней мере. А на самом деле, представьте себе, люди с инвалидностью – это 13-15% населения. Это клиенты. То есть это люди, которым можно продавать товары, услуги. Как сделать так, чтобы ваш бизнес, ваш ресторан, магазин был доступен? Как правильно встречать таких людей, как их обслуживать, как предлагать товар, как корректно с ними общаться, как предлагать свои услуги так, чтобы это было действительно понято, встречено, как положено, чтобы к вам вернулись клиенты и позвали других. Такие занятия действительно востребованы. Ведущие находят такую работу. Далее. Для того, чтобы вести уроки, конечно, мы нашим слушателям дадим необходимые методические материалы, презентации, пособия, все, что нужно для того, чтобы проводить уроки. Ну и возможность проводить платные уроки. Да, те, кто пройдут курсы, они смогут провести уроки доброты, оплачиваемые. Это, конечно, не очень, скажем так, высокая зарплата. 800 рублей за 45 минут. Как вы думаете? В будущем мы можем продолжить сотрудничество. То есть в рамках этого проекта мы будем продолжать проводить такие уроки. Вы получаете, к тому же, возможность проводить такие уроки в будущем. Писать заявки. Вот вам предлагали писать заявки. У вас есть какая-нибудь идея, какой социальный проект вы можете заявить на конкурс? Вот такой. Вот, пожалуйста. Это тоже идея для социального проекта. Вы можете заявиться на грантовый конкурс. Конечно. Кроме того, смотрите, вы все равно, конечно, я понимаю, что всю жизнь вы не будете писать заявки на гранты. Со временем вы будете наниматься на работу. Это хороший опыт. Это педагогический опыт. Знающий работодатель очень ценит педагогический опыт. Почему? Ну, вспомните своего учителя. Я понимаю, что вы, может быть, не очень любили свою классную руководительницу, да? Или как? Любили? Да? Но вы видите, да, это героическая женщина. Она могла договориться с подростками. И что еще труднее с родителями подростков. Находила общий язык. Убеждала. Ну, это бесценный работник для любого работодателя. Потому что он умеет договариваться с людьми. С любыми людьми. Вот такой опыт он никогда не будет лишним. Педагогический опыт очень ценится. Ну, и, конечно, у вас будет благодарственное письмо от городского центра образования, что вы участвовали в социальном проекте. Вот. Далее. А, да. У нас еще предусмотрена экскурсия. Доступная среда. То есть вы сможете быть ведущим экскурсии. И вы сами будете знать, что такое доступная среда. Обязательно будет занятие. Ну, не скучайте, пожалуйста, да? На самом деле, вот, Антон Георгиевич недавно спрашивал меня, где найти эксперта по доступной среде. Ну, я подсказала, да? Помните? Но на самом деле экспертов по доступной среде в Казани нет. Ну, так вот, просто вот, сразу. Ну, вы сможете быть таким экспертом. По крайней мере, развиваться в этой области, сделать первый шаг. Ну, и, да, участники нашего проекта, то есть подростки, они смогут принять участие в конкурсе постов «Открытые двери». Для них это тоже интересный опыт, это конкурс, это интересно. И на самом деле это первый шаг, это легко для подростков. Дописать, дописать текст, придумать картинку, принять участие. У нас, конечно, будут призы для участников конкурса. Вот. Ну, вот мой телефон. Те, кто надумал участвовать, вы можете подойти ко мне после мероприятия. На самом деле это интересный, реально интересный и полезный опыт. Ну, и деньги. Вот, собственно, и все. Спасибо большое. Большое спасибо за такое эмоционально интересное выступление. Будут ли вопросы к спикеру? Да, возможно. Да, возможно, у вас есть знакомые, которые подпадают под целевую аудиторию проекта, которым может быть интересно участие. Здравствуйте, меня зовут Булат. У меня такой вопрос. Проводятся ли такие уроки среди студентов? Если нет, то почему? Ну, не знаю. Мы пока не проводили такие занятия для студентов. Ну, если вы спрашиваете, наверное, это действительно нужно. Мы просто думали, что такую работу нужно начинать как можно раньше. Я могу сказать вам, что вот эти вот девочки, которые у нас на фотографии, они проводили занятия в детском саду. Ну, наверное, да, вы правы. Да, для студентов. Но для студентов, возможно, сейчас хорошим шагом может быть участие в нашем проекте. Вот одна моя знакомая, психолог, она говорила, если ты что-то не умеешь, начни этому учить. Вот ты точно научишься. Так что, милости просим. И как вы отметили, да, что и сами ребята могут стать инициаторами социального проекта в этой области. Поэтому почему бы не расширить проект до целевой аудитории студентов вуза? Конечно, вас приглашали для участия в форуме, да, вот с таким багажом. Ну, точно станете участником. А поддержку, думаю, вы необходимую тоже с радостью окажете. Конечно, конечно, мы вас поддержим. Приходите. И, может быть, вы именно на самом деле, как вам говорят, пишите заявки на грант. Я понимаю, что вот так вот просто с улицы, да, непонятно откуда начинать. Какая идея, как можно написать заявку на грант. Но принимая участие в проекте, изнутри вы начинаете понимать, как это делается. Как пишется заявка на грант. Вы всегда можете обратиться. Мы поможем вам? Объясним, как это делается. Потом вы принесете заявку на экспертизу Антону Георгиевичу. И тогда наверняка выиграете. Большое спасибо. И действительно, вы верно отметили, вопросы инклюзии для бизнеса тоже в последнее время поднимаются все более чаще. Тоже, видимо, как ниша для возможного грантового проекта. Мы переходим к нашему следующему кейсу. Он не менее интересный. Это кейс творческая реализация. И для выступления мы приглашаем художественного руководителя, режиссера творческой инклюзивной студии «Эмоции» Нелю. В «Сами ли могу ошибиться» Неля Су... Вы сами озвучили. Спасибо. Возможности. Как вы думаете, какие из этих возможностей недоступны людям с инвалидностью? А в Казани? Всем ли этим можно заниматься в Казани, в Татарстане? Всем. Да, абсолютно точно всем. И когда в 2016 году появилась эмоция, мы были первой творческой инклюзивной студией для взрослых. И до нас никого не было. После появилось, к счастью, много-много возможностей, и это очень классно. Мне всегда очень приятно говорить об инклюзии как о сфере искусства, потому что, например, в области театра инклюзивные проекты приходят в профессиональные театры, и профессиональные театры инициируют создание инклюзивных проектов. Это очень важно. Кроме того, в театрах, например, в Казани, во многих театрах есть спектакли с тифлокомментариями. Это спектакли, адаптированные для незрячих людей, и все, что человек не может увидеть на сцене, он может услышать в тифлокомментарии. И важно, что в искусстве поднимаются темы, связанные с жизнью людей с инвалидностью в обществе, с формированием инклюзивного сообщества. И через инклюзию, через взаимодействие разных людей с разными возможностями находятся новые формы в искусстве. И для меня это очень вдохновляюще. Здесь на слайде организации, представленные в России, которые занимаются различного рода инклюзивным творчеством. И вот крылья возможностей, это не только про творчество, это еще и про трудоустройство, про социальные проекты. Они начинали с творческих проектов и устраивали такие тусовочки. Давайте встретимся, потанцуем, научимся вместе классно двигаться, веселиться. А теперь это большая платформа, которая предоставляет возможности по трудоустройству людей с инвалидностью. И много дает возможностей для защиты социальных проектов, которые либо направлены на людей с инвалидностью, либо которые представляют люди с инвалидностью. И все-таки конкуренция там немножечко меньше, чем на федеральных форумах. Поэтому это классная возможность. Все начинается с мечты. Вот это абсолютно точно про нас. Скажите, а кто-нибудь, может быть в детстве, может быть сейчас, мечтает стать актером, телеведущим, звездой, певцом, певицей? Или все очень серьезные, нацеленные на свою специальность и прокачку hard skills? В душе все, я думаю. В душе, да? Вот Инесса Клюкина, организатор нашей студии, девушка с инвалидностью, о которой уже говорили. Да, она передвигается на инвалидной коляске, и до 22 лет она вообще не могла ходить. После 22 лет ей сделали много операций. Врачи совершили чудо. И она теперь может передвигаться при помощи трости на небольшие расстояния. Вот она очень сильно мечтала быть актрисой, телеведущей. Но понимаете, что как бы очень сложно человеку с инвалидностью поступить в какое-то творческое направление. Поступить в ВУЗ не на творческие специальности гораздо проще. Даже есть квоты для людей с инвалидностью, а вот с творческими специальностями очень сложно. Потому что при поступлении возникает вопрос, а ты вообще куда потом работать-то пойдешь? Ну мы тебя научим, денег потратим бюджетных, а что дальше? Ну мечты есть. И вот с Инессой случилась такая история. Она стала участницей первого конкурса красоты среди женщин с инвалидностью «Жемчужина» Татарстана. И там она познакомилась с другими девушками с инвалидностью. И они начали общаться, дружить. А до этого Инесса не общалась с людьми с инвалидностью. И вдруг они поняли, что вот они все такие прекрасные, молодые, очень творческие. Им совершенно негде реализовываться. И тогда Инесса создала эмоцию. И эмоция, в общем-то, началась с поста ВКонтакте. Она сказала, приглашаю, приходите, мне нужны педагоги творческих направлений, желающие заниматься творчеством, студия инклюзивная. Денег нет, но есть много желания. И с этого началась студия. И первый год студией мы занимались. У нас не было вообще никакого финансирования. Мы не знали, что есть какие-то форумы молодежные, что куда-то можно поехать, там каких-то денег выиграть, вообще ничего. В конце первого года Инессу Алексей Транцев из Самары, очень такой активный парень с инвалидностью, пригласил на форум Иволга. И тогда мы первый раз с Инессой писали заявку на грант. Когда мы увидели эту форуму, у нас глаза на лоб полезли, потому что было вообще непонятно, как это, что это. Но по пунктам мы начали заполнять заявочку, и тогда мы поняли, чем мы занимаемся, и какое крутое дело мы делаем. После того, как мы начали просто по пунктикам отвечать на эти вопросы. Тогда первый раз на Иволге Инесса не выиграла, но потом она выиграла конкурс для физических лиц, который был заочный, потому что благодаря опыту на Иволге мы поняли, как нужно что писать. Сегодня эмоция, ну вот такая вот статистика. Более 9 тысяч зрителей в 14 городах России. Мы вообще обожаем гастроли. И, собственно, большая часть наших грантовых денег уходит именно на организацию гастроли, потому что коллектив у нас большой, 18 человек. Ну представьте, куда-нибудь даже в соседний город 18 человек свозить. А если уж куда-то подальше по России, то можете перекинуть бюджеты. Наши участники — это ребята с инвалидностью и без. Все они старше 18 лет. И изначально у нас были ребята только с сохранным интеллектом. Сейчас мы открыты абсолютно всем. Здесь главное быть активным и ответственным. Если человек чего-то не умеет, мы научим. Главное, чтобы было желание. Мы очень много внимания уделяем команде образованию. И в самом начале нашего пути мы поняли, что у ребят огромный запрос на общение. И если общаться во время репетиции, вообще ничего невозможно сделать. Поэтому мы решили, что мы будем тусить отдельно, а на занятиях заниматься. И благодаря этому появилась рубрика в социальных сетях «Проверенные эмоции», где мы пишем о доступной среде в городе Казани и за ее пределами. Причем доступная среда — это не всегда физическая доступность среды. У нас был такой кейс, когда мы решили пойти в караоке, звоним, чтобы забронировать столик, и говорим, ну вот у нас столько-то человек на инвалидных колясках, как у вас там со ступеньками? Он говорит, что, у вас инвалиды? К нам не приходите. А в смысле, что такое? Ну, а если там человек ногу сломал, к вам тоже нельзя? Нет-нет-нет, к нам нельзя, нет, не приходите. Ну, хотя по факту, когда мы куда-то приходим, нашей дружной толпой, в заведении становится намного веселее, чем было до этого. И те люди, которые уныло сидели за столиками, вдруг тоже начинают веселиться, танцевать, и понимать, что жизнь гораздо лучше, чем она может касаться в моменте. Мы очень любим наши творческие интенсивы. Это такие проекты, когда мы всей командой выезжаем куда-нибудь на недельку и активно занимаемся. Причем, если все начиналось с поездок в какие-то ближайшие лагеря типа крутушки, то вот два раза у нас были интенсивы на море, например. И это очень классная практика, в том числе и социализация, потому что мы ездим только нашей командой, и на гастроли тоже только командой, у нас нет сопровождающих. И вот с нами некоторые ребята первый раз в жизни вообще выехали куда-то без родителей, при том, что они все взрослые, старше 18 лет, у многих есть высшее образование уже. Вот, поэтому приятные такие бонусы занятия творчеством. Наши педагоги, они все волонтеры. Вот, когда у нас есть проекты, грантовые деньги для организации, то тогда у нас есть зарплата, когда проектов нету, зарплаты нету, но это никого не останавливает. И вот, например, Идалия Зиганшина, наш хореограф, она сейчас на Тавриде вместе с Инессой, и она повезла туда тоже проект, будет защищаться. И с Идалией Инесса познакомилась на форуме Иволга, когда Идалия выиграла проект на осуществление, это были адаптивные танцы для ребят с инвалидностью. И Инесса очень удивилась, что у нас есть в Казани адаптивные танцы. Оказывается, есть. И вот они познакомились, и далее пришла к нам в коллектив. Наши мечты и дела — это и есть мы. Это очень важно для нас, потому что мы с Инессой очень много разговариваем о том, чего мы хотим, о чем мы мечтаем, и это то, что дает нам энергию на создание наших проектов. Мы искренне верим в то, что все возможно. И если ты пришел куда-то, и тебе отказали, ничего страшного. Приди в другое место. Попроси еще раз. Попроси у других людей. Объясни по-другому. И обязательно, может быть не с первого раза, но получится. У нас есть проекты, которые мы там трижды подавали, немножко видоизменяя, дорабатывая, ну и они в конце концов выигрывали. У нас есть вот такой канал на YouTube, человек. Это тоже была одна из мечт Инессы, быть телеведущей. И мы сделали проект, в котором мы рассказывали об успешных людях с инвалидностью и снимали ролики. Сначала первый сезон был в Казани, потом мы ездили по России. Очень классные герои, очень позитивные люди с какими-то совершенно невероятными историями. Можно отсканировать QR-код и присоединиться. Еще портал сообщества особых театров. Мы стали много гастролировать и поняли, что в России на самом деле много театров с участием людей с инвалидностью. И когда мы только начинали, мы очень хотели с кем-то познакомиться, потому что мы были такие в вакууме. И искали, не могли найти в интернете. А потом мы поняли, в чем дело, потому что все театры называются по-разному. Кто-то называется инклюзивный, кто-то включенный, кто-то интегрированный. Ну и когда ты этого не знаешь, найти очень сложно. И вот мы на одном портале объединили театры. Их порядка 50. И для этого портала мы сняли фильмы, которые рассказывают об истории создания и о методах работы особых театров. И там есть фильм, который мне очень нравится. Он называется «Школа зрителя особого театра». Мы его несколько раз показывали на разных площадках в Казани. Который говорит о том, как вообще зрителю подготовиться к походу в особый или инклюзивный театр, чего там ожидать. И это очень классная, позитивная история. Про театр моды у нас был проект в том году, инклюзивный показ коллекции из «Катарски Стариказани». Это одежда, сделанная из войлока. То есть это цельноваленные изделия, которые вручную сделаны из шерсти. Моделями являются участники творческой инклюзивной студии «Эмоция». И проект для нас был очень интересный, потому что как организация мы впервые вышли на трудоустройство людей с инвалидностью, потому что мы сначала обучали людей с инвалидностью, как вообще валять. Потом из обученных людей пять человек были трудоустроены в проекте, и они участвовали в создании этой коллекции. Вот эта коллекция заняла первое место на международном фестивале моды и красоты, который был недавно в мае месяце. Это неожиданно было, но очень приятно. Все, что мы делаем, это про формирование инклюзивного сообщества, потому что мы верим, что не надо делать специализированные мероприятия для людей с ОВЗ. Мы верим, что общество может быть таким открытым, в котором найдется место каждому человеку. Мы верим в то, что опыт каждого человека, он уникален. И возможность поделиться этим опытом это очень много, и инклюзия – это не для людей с инвалидностью, это для всех людей. Поэтому мы активно выходим на открытые площадки, мы выступаем в парках и скверах города Казани, мы делаем инклюзивную площадку на день города, вот уже пять лет там. Потому что очень хотим, чтобы наши зрители прирастали. Ну и про вектор движения я уже говорила про то, что мы делаем инклюзивные мероприятия, а не мероприятия для людей с инвалидностью. Мы формируем инклюзивное сообщество, и здесь важно соблюдение принципа равной равному, чтобы человек с инвалидностью был максимально самостоятельным, потому что, когда человек, например, не может сам открыть дверь или куда-то подняться, ему нужно обращаться за помощью, это не очень кайфово. И очень важно доступность, даже не сколько физическая, сколько открытость людей, потому что, когда человек с инвалидностью приходит, ну скажем, в музей, и там начинается кипиш, ого, человек на коляске, так, нужно лифт включить, нужно там что-то сделать, это не классно. Классно. Классно, когда человек с инвалидностью приходит, и он не чувствует, что он какой-то не такой, что он такой же, как и все посетители. Ему просто интересно эта выставка, он пришел в это место, и он не чувствует никакого пристального внимания к себе. Это важно. Ну и еще вот я всегда пишу про транспортную доступность, потому что у нас сфера транспорта, она как будто бы отдельная от всего, но если есть прекрасная доступная среда в здании, но здание находится где-нибудь во дворах, в дворе убитые или заставлены машинами, то это действительно проблема для человека с инвалидностью, просто туда добраться с остановки. И если остановка еще находится за 3 километра от этого здания, то это значит только такси, и это тоже непростая история на самом деле, потому что иногда бывает, что таксисты просто отказывают людям с инвалидностью, приезжают, такие говорят, на инвалидной коляске разворачиваются, уезжают, вообще не здорово. Поэтому важно говорить о том, что люди с инвалидностью есть, что они тоже люди, совершенно нормальные люди, ну как бы то, что человек не ходит или может быть у него какие-то сложности с речью, это не значит, что он неадекватен или опасен для общества. Ну вот, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, мы со всеми дружим и мы открыты к всевозможным волонтерам, сейчас нам очень нужны медиа-волонтеры, и мы как бы, поскольку у нас есть организация, готовы поговорить с вашими кафедрами, если это нужно будет оформить как практику, у нас был такой опыт. Спасибо. Большое спасибо. Будут ли вопросы? Да, у меня тоже был такой вопрос, вы выступаете, афиши календарные. Так, мы выступаем, но у нас как бы нет своего собственного помещения, поэтому мы выступаем как договариваемся. Сейчас мы, наверное, премьеру планируем на февраль месяц, до этого, сейчас как бы ведем переговоры с форумом сообщества, который должен быть, если там как бы все договорится, то там что-то будет. У нас на самом деле с помещениями для выступления прям сильно сложно, коллектив огромный, сцена нужна большая, мы не везде помещаемся, и спасибо Министерству культуры, что нас в общем с этим поддерживает. Ну в социальных сетях, если что, да, да, конечно, мы на своей страничке ВКонтакте все афиши выкладываем, и в принципе у нас, мы хорошо работаем с местными медиа, все пресс-релизы всех наших бывают, так что это легко. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Большое спасибо за ваш вдохновляющий рассказ, и спасибо. Особенно важно, что прозвучала и личная история, и спикеры, и участников, и личные, на меня именно два последних кейса произвели очень неизгладимое впечатление, все-таки когда есть личный опыт, и вот чувствуя эти личные переживания спикеров, это очень действительно вдохновляет, и наталкивает на мысли, что можно и хочется что-то делать для улучшения общества и жизни вокруг. Есть ли вопросы по нашему мероприятию, потому что это было наше последнее выступление, последний спикер на сегодня. Возможно, комментарии какие-то. Если нет, тогда давайте поблагодарим всех выступающих. Также большое спасибо зрителям, которые нас прослушали. У нас также велась онлайн-трансляция, далее запись также будет размещена в сети интернет, с ней можно будет ознакомиться. Если у вас есть знакомые ребята с ОВЗ, с инвалидностью, вы тоже можете поделиться с ними и этой записью, и получена информация, думаю, она для них будет весьма полезна. И на этом мы завершаем наше сегодняшнее мероприятие. Еще раз благодарю всех, большое спасибо за ваши истории. Получила лично я огромнейшее удовольствие от времяпрепровождения. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...